От тех, кто тебе рекомендует садиться на строгую диету, нужно бежать. Ну съешь, ну ладно, что тебе? Решила похудеть, а вы мне потом будете завидовать. Настроили ее рацион так, что ей просто не хотелось этого молока вечером с вафелькой. То есть ты не одна такая? Если у вас бывают срывы, это естественно, и у всех они есть. На силе воли далеко не уедешь. Я что, должна готовить себе отдельно, а всем остальным отдельно? Не нужно зацикливать семью на том, что мы все переходим на правильное питание. Я не могу есть мясо, я, наверное, вегетарианец. Нет, это нарушение в организме. Насколько улучшается пищеварение даже от этого вида пищи? Все то, что я сейчас, допустим, делаю со своими клиентами, я все это прошла на себе. Просто похудеть, потому что мужу не нравится, это не цель. Две недели там посидел на какой-то диете, слетел с нее. На этой неделе я пробую пшено, на следующей неделе я попробую, например, шпинат. Ты даже не заметишь, как твои перекусы просто исчезнут. Это принесет ей пользу, но это будет очень вкусно. Тормозит лень часто. Простая человеческая лень. Всем привет, с вами Ольга Юрушкина, я инструктор по нейрофитнесу. И этот новый подкаст у нас о том, как прийти к здоровому образу жизни, что нам мешает на пути к этому самому здоровому образу жизни. И сегодня у нас в гостях Татьяна Соловьева, нутрициолог. И мы раскроем секреты правильного питания для вас сегодня. Тань, привет! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься, если не секрет, сколько тебе лет? Мне 58. Хорошо выглядишь. Благодарю. Я нутрициолог, медик по профессии. Более 36 лет уже работаю в медицине. Нутрициологией увлекаюсь очень много лет уже. Правильным питанием, здоровым образом жизни. Получила диплом по нутрициологии больше года назад. Попутно еще прошло несколько обучений в этой же теме. И теперь стараюсь помогать другим в этом направлении. С какими запросами чаще всего обращаются к тебе люди? Чаще всего обращаются с лишним весом. Очень часто обращаются с проблемами, которые происходят в организме. Выпадение волос, ногти слоящиеся, болезни ЖКТ, такие как вздутие, например, газы. Ну, такое вот тоже. Очень много девочек, которые хотят поправиться. Очень многие ко мне обращаются вначале только на прочитывание анализов, на первичную консультацию и остаются дальше, потому что мы уже с ними вырабатываем план действий и работаем с этими проблемами. Да, хорошо, когда есть план действий, ты, собственно, идешь уже по какому-то пути, который прошли уже многие другие люди, получили результат. И это намного проще, чем самому что-то изучать, что-то пробовать, не получать результата, а пускать руки. Так что хорошо, что есть такие специалисты. Благодарю. Да, очень тяжело самому часто, даже просто зная что-то о правильном питании, о том, как нужно питаться, как соблюдать, считать калории. Но люди сами без поддержки очень часто это не выдерживают. Просто бросают на полпути, потому что у них что-то не получается, и самооценка падает. У человека теряется мотивация, и все. А когда есть поддержка, дружеское плечо, которое в любой момент может поддержать, где-то, может быть, дать пенделя, а где-то и просто добрым словом поддержать, помочь, подсказать, как справиться с тем или иным вопросом. И это очень помогает в решении своих проблем со здоровьем. Да, многие знают, как делать, многие знают, что делать, но стоят на месте, что-то их все время тормозит. Как думаешь, что? Что? Я думаю, все-таки тормозит лень часто. Просто простая человеческая лень. Мы ленимся делать что-то постоянно. Мы не хотим вводить новые привычки. А все-таки, если ты вступаешь на какой-то путь, будь это здоровье, спорт, обучение, ну что-либо, вообще просто нужно менять привычки. А в здоровом образе жизни нужно поменять какие-то привычки, которые у тебя неправильные, заведомо, и нужно подобрать те продукты, которые тебе подойдут. Это какие-то усилия, изменить питьевой режим. И много таких мелочей, которые на самом деле играют очень важную роль. А сами мы ленимся. Ну и я знаю, что многие люди, когда хотят что-то изменить, фигуру скорректировать или похудеть, они берутся сразу за все. Это и спорт, это изменение питания и много-много еще чего. И, естественно, их пыл где-то, наверное, к концу второй недели, если не раньше, ну точно спадает. Потому что нельзя на себя много, столько всего, много навешивать. Потому что мозг просто взрывается от такой нагрузки, от таких непривычных задач. Надо все постепенно менять. Да. Твоя работа с клиентами, с чего начинается? Ну, мы сначала с ними смотрим, как они питались до этого. Смотрим их питьевой режим. Я провожу анкетирование, в котором мы выясняем все вопросы, которые волнуют конкретно клиента. И его режим жизни, его режим сна, дня. То есть все. Его режим работы, на что у него остается время, где он питается, дома ли он питается, в кафе больше он проводит время. Потому что сейчас такой ритм жизни, что очень многие встречаются со своими клиентами в кафе, в ресторанах. Там тоже нужно уметь правильно выбрать себе блюда. И мы все это, все эти вопросы мы с клиентом сначала рассматриваем, обсуждаем и постепенно, постепенно меняем их привычки. То есть нельзя ни в коем случае сразу все вот так раз и все. Нет, так не делается. Все постепенно. Мы начинаем с мелочей. Таня, ну смотри, существуют ведь какие-то базовые принципы здорового питания. Ты используешь какую-то общую схему или индивидуально работы проходят с клиентами? Нет, я к каждому клиенту подхожу индивидуально. Потому что есть, допустим, подсчет калорий, есть еще другие типы питания. И мы под каждого подбираем индивидуально. Потому что один любит рыбку, другой курочку, а третий вообще считает, что диета – это гречка и кура. Все. И для него другая диета – это не диета. Он не понимает. А мы должны понять один принцип по жизни. Если ты хочешь иметь красивое тело, красивую фигуру, твой вес, который тебе нужен, ты должен поменять свое питание и не отказаться от любимых продуктов, а просто найти ему альтернативы. И так строить в свой жизненный цикл все вот эти правильные привычки, полезные, чтобы они стали для тебя удовольствием и легкостью. Ну да, тогда они и с тобой пойдут дальше по жизни. То есть ты не будешь вот две недели там посидел на какой-то диете, слетел с нее благополучно, набрал обратно свой вес и думаешь, что это, наверное, это не мое, мне это не подходит, мне нужны какие-то другие схемы. Но на самом деле просто нужно немножечко вот этот момент перетерпеть, как думаешь, просто пытаться каждый день, каждый день, каждый день. Так же привычка и внедряется, когда мы каждый день делаем одно и то же действие. Мозг привыкает, он успокаивается, для него это уже не является таким стрессом. И таким образом любую привычку, полезную привычку, нужно вводить постепенно, да, не массово, а вот по одной. И потом за одну привычку еще цеплять другую. Это тоже хороший такой принцип для внедрения полезных привычек. Да, так, в принципе, мы и работаем. Ну я именно, мой принцип работы. Чем нравится моим клиентам? Тем, что мы не считаем калории. И постепенно, вот прямо, ну иногда с некоторыми клиентами, прям по шагам. Вот начинаем, допустим, просто пить воду. Просто, даже не соблюдая там утром, вечером или в обед, просто мы ее вводим в их рацион. Или шаги, допустим. Все постепенно и индивидуально подстраиваясь под каждого. Потому что ко мне очень часто приходят женщины, бизнес которых свой, допустим, им некогда. Они заняты целый день на работе, у них очень много встреч вне дома, вне офиса, или вообще нет у них офиса. Они работают с клиентами в кафе, например. И вот все эти мелочи мы учитываем и индивидуально подходим к каждой. Потому что есть такие, которые работают дома за компьютером, сидят по 12 часов, и у них отсутствует и движение, и правильное питание, и водный режим. Все. И мы постепенно, прямо вот маленькими-маленькими шагами все это вводим. Татьяна, а даешь ли ты какие-то конкретные рецепты своим клиентам? Нет, я конкретных рецептов своим клиентам не даю. Раньше такие были нюансы, но сейчас я пришла к выводу, что это не нужно, потому что мы смотрим индивидуальные предпочтения в питании каждого клиента. Каждый человек, он индивидуален. Один любит рыбку, как я говорила уже, другую курочку. И вот здесь мы смотрим, я учу своих клиентов, чтобы она могла открыть холодильник из того, что есть, выбрать и приготовить. Прийти в кафе, взять меню и в меню выбрать то, что она любит, но будет ей полезно. Или прийти в ресторан, и так же точно. Или поехать, допустим, с друзьями на шашлыки, где-то на пикник, чтобы она четко понимала, что это принесет ей пользу, но это будет очень вкусно. То есть вот так вот человек должен понять, когда это все войдет в его норму жизни, он будет легко это делать, и для него это будет комфортно и приятно. И его килограмм будут уходить просто независимо от того, что он ест. То есть он не будет задумываться, мне нужно съесть 1200 калорий или 1400. Он не будет об этом задумываться. Он просто будет понимать, что это мне можно, и вот в таком количестве я сам съедаю столько, сколько хочу. Ведь те принципы, которые были еще 10 лет назад, что обязательно считать калории и не есть жиров, не есть углеводов, слава богу, к счастью, они уже прошли. Сейчас наша нутрициология уже не дает таких рекомендаций. Поэтому от тех, кто тебе рекомендует садиться на строгую диету, нужно бежать. Ну да, это же распространенное такое мнение, что если ты хочешь похудеть, тебе нужно есть гречку и курицу, куриную грудку целыми днями. Но получается ты себя лишаешь, да, и минеральных веществ, и витаминов, и всего прочего. То есть очень хорошо, что нет такой системы, когда есть какие-то жесткие ограничения, а есть всегда возможность выбора. То есть не ешь какие-то там 2-3 продукта, и все остальное тебе запрещено. Да, у нас разрешено все. Не разрешено то, что клиент сам не хочет. Потому что очень часто бывает, что... Насилие, да, какое-то происходит. И очень часто бывает, что во время работы клиент начинает у себя замечать, что какие-то продукты ему не подходят. Он автоматически их исключает из своего питания, и мы находим им замену, равноценную по питательному содержанию. А на что чаще всего у клиентов твоих есть какая-то отрицательная реакция? Чаще всего у нас отрицательная реакция, к сожалению, не только у моих клиентов, а у всех есть это глютен, большое количество, молочка и сахара. Это не значит, что их нужно убирать из своего рациона. Нет, это не об этом. Это о избытках и, например, о простых углеводах, которые содержат в себе глютен. Печеньки там, допустим, белый хлеб. Да, если ты съешь кусочек хлеба, ничего с тобой не случится, если у тебя все нормально. Но если ты съешь буханку, допустим, хлеба, ну это уже как бы... А есть же такие люди, которые любят, допустим, съесть этот батон. То есть вот на эти продукты конкретно чаще всего происходят отрицательные реакции, потому что, к сожалению, у нас сейчас очень много людей, у которых страдает ЖКТ и страдает желчный пузырь. И, соответственно, когда у тебя дырявый кишечник, как сейчас это называется, то тебе эти продукты временно нужно ограничить. И потом, через время, когда ты приводишь все в норму, ты уже можешь их вводить обратно и наблюдать за реакцией своего организма. То есть я пытаюсь научить своих клиентов слышать свой организм, что ему хочется и в каком количестве съесть, выпить какой воды, допустим, когда выпить чай, когда... Ну то есть мы вот основываемся на том, что комфортно клиенту. А приведи, пожалуйста, пример какой-то. Ну, вот, например, у меня была девушка на ведении, и когда мы с ней стали заполнять анкету, она мне написала, что вечером она больше всего любит стакан молочка с вафелькой. И я начала расспрашивать, почему и как ты себя чувствуешь. И она ответила, ну, я выпиваю стаканчик молока с вафелькой и быстренько ложусь спать. Я спросила, почему? Ну, потому что... И она засмущалась. То есть, я думаю, вы понимаете, что молоко ей не нужно. И мы с ней настроили наш... Ну, ее рацион так, что ей просто не хотелось этого молока вечером с вафелькой, потому что она полностью начала правильно строить свою тарелку, содержала там белки, жиры и углеводы, и уже клетчатку, ну, нужное количество. И ей просто не хотелось этого. А чего происходит заедание вечером перед сном, потому что мы целый день не дали клетке то, что ей нужно. И, соответственно, вечером она все равно свое требует. А все, ну, многие знают, надеюсь, все знают, что вечером как бы совсем на ночь кушать не нужно. А еще такой вот, ну, это уже как бы научный факт. После шести вечера наша поджелудочная спит. Ну, то есть она уже уходит в режим отдыха, в режим сна, в режим восстановления. А если мы в это время даем ей, допустим, тоже молочко с вафелькой, то ей нужно проснуться и переработать его. Она этого сделать уже не может полноценно. И оно все откладывается у нас на отеках, на вздутиях, на газообразовании и так далее. Тань, ты затронула тему здоровой тарелки. Расскажи, пожалуйста, вот какая там процентовка должна быть? Тарелка, ну, так как мы питаемся по принципу тарелки, она в идеале, в идеале. Она должна содержать, если мы тарелку разделили на четыре части, то 50% это у нас клетчатка, овощи, немного можно фруктов, допустим, добавить. И 0,20, ну, 25% это у нас углеводы, сложные углеводы. И 25% это белок, животный белок. Ну и, соответственно, жиры. Ну, жиры у нас есть, допустим, уже в том же белке, в животном. И обычно мы поливаем салаты. Вот мы уже восполняем полезными жирами, как бы их уже не нужно. Если клиент не ест мясо, его можно заменить. Если у клиента нет непереносимости каких-либо продуктов, например, он свободно переносит молочку, ну, то есть мы уже определились с ним, что он может кушать. И вот из этого мы подбираем ему рацион и делаем его завтрак. Главный принцип, чтобы это было 25% белка. Это может быть яйцо, это может быть творог, это может быть кусочек рыбы, допустим, красной рыбы, селедочки кусочек, тоже может быть, как бы это тоже вариант. И углеводы, если мы берем сложные, правильные углеводы, и, соответственно, белки, углеводы и клетчатка. Если мы все это соблюдаем в тех продуктах, которые он любит, под кого мы под него индивидуально подстраиваемся, то он, естественно, не захочет кушать и перекусывать через 2 часа. Ему не захочется сахара. Вот этого кофе с каким-то печенькой или с конфеткой. Потому что у него организм насытился. Ну, то есть он будет соблюдать вот эти интервалы 3-4 часа. Организм не будет в это время перевозбуждаться от того, что он занимается перекусами и будет спокойно переваривать пищу. Да. И готовиться к новому приему пищи. Да, совершенно верно. Потому что все эти перекусы неорганизованные, спонтанные, вот эти вот, допустим, сладости с чашкой кофе, они дают флеск инсулина. И, соответственно, у нас инсулин подпрыгнул и он очень быстро падает обратно. А когда ты съел, допустим, сложные углеводы на завтрак и белок, ты насытил организм и у тебя инсулин поднимается медленно и дает время насытиться в каждой клетке. Все у тебя усваивается и, естественно, ты даже не заметишь, как твои перекусы просто исчезнут из твоей жизни. Даже ничего для этого делать не надо будет. Просто соблюдать принцип тарелки. А что ты подразумеваешь под сложными углеводами? Сложные углеводы – это, например, цельнозиновой хлеб или хлеб из пшеницы второго сорта. Это крупы, в которых содержится большое количество белка. Если у человека нет ограничений на глютен, то это все крупы, которые делаются из пшеницы. Это, допустим, такие крупы, как пшено, пшеничная крупа, рис, допустим, идет у нас необработанный гречка, можно зеленую, можно жареную гречку, кино очень хорошо, амарант, кто любит, ну, например, мне не нравится, честно вам скажу. Ну да, он такой специфический. Он специфический, да. Потом очень хорошо еще… А перловка? Перловку можно тоже, да. Все крупы, которые не подвергались обработке термической сильной, они все, конечно, подвергаются обработке, но те, у которых сохранена оболочка зерна самого, это все является сложными углеводами. Крупы, которые цельнозерновые. А молочную кашу можно есть по утрам? Можно, если вы нормально ее переносите, пожалуйста, берите цельнозерновую крупу и варите, например, можно с удовольствием варить овсянку в долгой варке, в долгой варке. Не вот эти, которые у нас кашки завариваются, завариваются. Нет, такие не нужны. Они дают быстрые углеводы и просто скачок инсулина. А нужно длинные углеводы в длительной варке, чтобы вы могли эту кашу долго организм мог ее использовать. Вы в нее добавили, допустим, молоко, это белок животный, и каша, это растительный белок, тоже очень полезный. Там в ней есть, соответственно, белки растительного происхождения, в молоке белки животного происхождения. Вы добавили в нее масло кхи или сливочное масло. Вот у вас еще жиры, те, что вам нужно. И если вы после этого еще съели, допустим, свежие какие-то ягоды или замороженные, или несколько орешков добавили в эту кашу, потом вы полноценно получили завтрак. Таня, бытует мнение, что с утра обязательно нужно есть яйца. У меня есть знакомая одна, которая каждый день ест яичницу. Вообще это нормально? Это насколько это полезно и насколько это адекватно? Ну, нужно смотреть, что кроме яичницы она еще ест на завтрак. Наверняка кофе, беречашки. Можно есть ей, допустим, яйца, каждый день их допускается в неделю до 6 штук, ну, то есть по общему. А вообще в день можно съедать даже 3 яйца, если... Но это не значит, что на завтрак должны быть только яйца. Да, можно, но нужно обязательно при этом, чтобы были овощи, и если, допустим, у тебя яйцо, то какой-то бутерброд на цельнозерновом хлебе или какая-то вафля из, допустим, какой-то цельнозерновой муки или полезной муки, гречневой, рисовой муки и какая-то, допустим, рыбка. Можно так сделать. Можно просто, допустим, сделать к яйцу, добавить кашу. Можно не добавлять, многие этого не любят. Можно сделать овсяноблин, который ты нафаршируешь, яйцо, вареное яичко в него положишь и зелень. Ну, то есть это будет такой комплекс. Это будет очень объёмный комплекс. И вот, пожалуйста, одно яйцо, и вот ты хотя бы шесть раз в неделю можешь есть. Яичница может быть разная. Один день она может быть со шпинатом, другой день она может быть варёная, третий день это яйцо пашот, четвёртый это просто глазунья, пятый это омлет. И каждый раз ты что-то в неё добавляешь и разнообразишь. Да, да, разнообразие ведь тоже важно. Очень. Каждый день есть одно и то же, это просто тебе надоест. Это как кура-грудка с гречей. Это же просто утомляет. А когда у тебя на тарелке сегодня одно, завтра другое, это всё красивое, красочное, конечно, нужно время и нужна фантазия, чтобы всё это изобразить, но насколько мозгу, для мозга это всё приятно, насколько улучшается пищеварение даже от вот этого вида пищи. Согласна? Да, можно даже самое простое, элементарное так предоставить себе на тарелке. Почему я очень многим своим клиентам не все это приемлют? Ну, кому-то это не нужно, но большинство это поддерживает очень. Подавать себе красиво еду. Прямо вот завести себе тарелочку, если, допустим, ты не знаешь, как её соблюдать. Сейчас есть возможность купить эту тарелочку где-то, допустим, на Валберис, на Озоне. И там прямо будет тебе расписана она или просто разделена, чтобы ты знал, что тебе ложить. Накрой красиво себе стол, постели салфетку, возьми вилочку, нож. Всё это оформи красиво. У тебя появится аппетит. И если у тебя каждый день даже один и тот же продукт, ну, всякое в жизни случается, есть, ты добавляешь к нему что-то другое, ты уже даёшь разнообразие. Почему я рекомендую многим девочкам раз в неделю вводить новый продукт в свой рацион? Вот прямо заходить в магазин и, да, я раньше не любила пшено, а сегодня я куплю пшено и приготовлю кашу. На этой неделе я пробую пшено, на следующей неделе я попробую, например, шпинат. Ещё через неделю я попробую батат или сельдерей, что-нибудь такое, потому что, когда ты пробуешь что-то новое, твой мозг всегда очень хорошо реагирует. Даже если ты в детстве не любил, очень многие говорят, я не люблю субпродукты, печень для меня это вообще. Дайте им второй шанс, потому что тогда вы были другими, сейчас вы другие. Всё меняется. Всё меняется. Может быть, вам неправильно приготовили, может быть, вы были в плохом настроении или что-то ещё. Очень многое зависит ведь от того, как это воспринимается. Поэтому накройте красиво стол, украсьте свою тарелочку, посыпьте зеленью, микрозеленью, приобретите что-то новое из продуктов, попробуйте, дайте ему второй шанс и у вас всё получится. И порадуйте свои вкусовые сосочки. Обязательно. Это даже внешний вид тарелки, он же радует нас и радует наши вкусовые сосочки. И наш мозг хочет это съесть. Даже если он раньше считал, что ему это невкусно. Ну, давай тогда плавно перейдём с тобой к обедам. Скажи, пожалуйста, обязательно ли на обед есть суп? Нет, не обязательно. Но если вам назначил ваш гастроэнтеролог и вы страдаете, допустим, каким-то расстройством, тогда, возможно, каждый день. А так, нет, не обязательно. Можно есть 2-3 раза в неделю, если вам это доставляет удовольствие. Но суп тоже должен быть правильно, ну, горячий, должно быть правильно приготовлено, в нём должны содержаться полезные продукты. Нет рекомендаций строго кушать суп каждый день. Нет, это не обязательно. Есть люди, которые вообще считают, что горячее не полезно. Такое мнение тоже сейчас бытует. Но на вкус можно делать пюре, супы, 2-3 раза в неделю вполне нормально. Приведи, пожалуйста, пример хорошего супа. Ну, например, можно сделать тыквенный суп. Супы пюре, они вообще очень хороши для организма, и тем более, если даже люди страдают какими-либо расстройствами, но у них что-то не усваивается, то суп пюре – это нежность для желудка. Это лучшее усвоение, потому что измельчённые продукты. Можно варить грибной суп пюре, можно из капуст различных варить супы пюре, можно делать луковый, ну, то есть их море. И ещё, если уже варить супы, то я бы рекомендовала делать их на костном бульоне. Это коллаген, который мы, девочки, любим, все, и который нам нужен. Это наша кожа, наше лицо, наши ногти, волосы и всё остальное. А суп или борщ, допустим, сваренный на костном бульоне, это огромная польза. То есть борщ полезен? В принципе, да. Борщ полезен. В нём содержится, допустим, всё, что нужно. Если он сварен, допустим, ещё и на костном бульоне, то это просто шикарно. Кусочек мяса – это белок, овощи – это клетчатка и, допустим, томаты. Ну, только там углеводов нет сложных. Если ты съешь их, допустим, с кусочком хлеба, поцельнозернового, и добавишь к нему чесночок и сало, как многие люди, то тоже всё подойдёт. Прекрасно. Ну, а теперь плавно переходим к ужинам. Это такой самый, наверное, сложный для людей приём пищи, ну, потому что многие перекусывают в течение дня, или им просто некогда, или они с собой тормозок не брали. И вот целый день они работали-работали, пришли домой, и всё, что есть у них в холодильнике, они выкладывают себе на стол. А что ты рекомендуешь есть на ужин? Ужин должен быть более лёгкий. Не значит, что он должен быть некалорийный. Ну, то есть, калорий, конечно, берётся на ужин меньше, но продукты должны быть более лёгкие. То есть, я бы рекомендовала рыбу, но не жареную, а, допустим, парную, запечённую, можно, может быть, даже солёненькой рыбки на бутерброде сделать. И овощи. Лучше всего, конечно, на ужин есть овощи тушёные или аль денте. Это очень вкусно, и, как бы, польза организму большая, потому что свежие овощи перерабатываются до 8 часов, к сожалению, в организме. А если мы уже кушаем, всякое бывает, как бы, не все соблюдаемы норму, что за 3 часа до сна, да, мы, бывает, и за час до сна пришли после тренировки, нам трудно, а съесть нам что-то хочется, и мы должны съесть, потому что голодным спать ложиться нельзя, потому что ты ночью будешь тревожно спать и не выспишься в итоге. А ещё хуже, встанешь и пойдёшь в холодильник, и будешь есть всё подряд. Поэтому на ужин я рекомендую, допустим, отварную рыбу очень хорошо, может быть, даже с бульоном, если это рыбный такой, допустим, даже, может быть, лёгкий супчик рыбный тоже как вариант вполне можно использовать, там вот овощи и рыба. Можно рыбу тушёную в духовке, допустим, просто тушёную в духовке запечённую рыбу можно, можно яйцо, можно творог, но не сладкий, а творог именно солёный, с зеленью очень хорошо, его можно добавить к той же рыбе, ну, как бы вот, как на ужин, да, допустим, с овощами. Можно сделать соус и к нему добавить курочку или индюшку, то есть лёгкое мясо, не говягину и свинину, или, если, допустим, ты уже так хочешь говягину или свинину, то это лучше, чтобы была котлета, например, что-то переработанное, чтобы организму было проще с ним справиться. Ну, я, конечно, не сильно рекомендую, но всякое в жизни бывает. Да, да, ну, потому что времени у людей не хватает. Вот, например, люди приходят, да, с работы, у них там дети и одно, и второе, и третье, и нужно очень много дел поделать, и когда ещё готовить? Ты весь такой уставший. Как, как вот быть в данном случае? Делать какие-то заготовки? Держать под рукой как-то? Или, может быть, пользоваться мультиварками? Как выходить из ситуации? Потому что, ну, сложно людям. Пришёл, ещё готовить надо, а уже сил нету, а надо что-то съесть. Вот поэтому мы и едим. что попало? Или готовим что попроще? Макароны, картошку? что, кинул в кастрюлю и приготовилась пока там каким-то другими делами занимаешься? Вот, как решить эту проблему? Ну, я рекомендую, я сама так делаю, делать заготовки. Это несложно, выделить 2-3 часа раз в неделю, даже, может быть, какой-то вечер один этому посвятить, и уже тогда с этими заготовками быстро готовится блюдо. Ещё можно, конечно, многие сейчас очень популярно заказывают еду, но в этом варианте нужно смотреть на состав именно приготовленного блюда, чтобы вас всё устраивало, чтобы не было конфликта в организме. А вообще, приготовить заготовки, и можно, допустим, приготовить большее количество выходные, и замораживать. тогда ты утром уходишь на работу, достал, в холодильник поставил, обязательно через холодильник, называется дефростация, ну, то есть разморозка, обязательно через холодильник, ты вечером приходишь, тебе остаётся только разогреть. Если у тебя, допустим, будет готовы даже макароны, или из цельнозерновой, или с хорошим содержанием белка, с твёрдых сортов пшеницы, то отварить тебе их не составит труда, ты, допустим, котлеты у тебя, к примеру, к ним есть какие-нибудь, да, там, куриные, или рыбка, или что-то уже у тебя есть заготовки, ты их можешь тут же в духовку поставить, пока у тебя варятся, в духовке они приготовятся, то есть тебе не нужно их жарить. Также точно можно ещё готовить, конечно, каждый день, ну, каждый, у кого как время есть, но чаще всего времени у нас, к сожалению, нет, поэтому я рекомендую делать заготовки. Можно, конечно, использовать мультиволюционные, варки с отложенным режимом у нас сейчас такой есть, да, смарт-технику, можно духовку также точно использовать, то есть сейчас много вариантов, но я рекомендую всё равно как-то продумывать слегка своим, пусть не глубоко вдаваться, потому что многим нет времени на это, многие не любят, но когда у тебя есть несколько заготовок в холодильнике, то тебе всегда проще с этим справиться. А ты рекомендуешь как-то планировать свой рацион? Вот, например, вот в понедельник ты, у тебя будет там, куриный день, например, во вторую, у тебя будет рыбный день, там, в среду у тебя будет там ещё что-то. зависит от клиента. И ведь это же мозгу, для мозга гораздо проще, да, когда он уже знает, вот завтра я буду есть вот это, поэтому я пошла в магазин, я закупила эти продукты, там, заранее подготовила, с вечера, например, чтобы утром уже поесть, да, быстро, чтобы не тратить очень много времени на готовку. И так же вот на каждый день, например. Ну, наверное, опять же, всё зависит от клиента. Да, всё зависит от клиента, как ему комфортнее. Я рекомендую, прямо могу давать список конкретно, если клиент по этому заинтересован, и ему это нужно, то прямо я ему даю список продуктов, которые ему необходимо купить, и мы можем с ним примерно разработать то, что он любит, и составить его рацион, допустим, не с рецептами, а просто, как ты сказала, там, рыбка, курочка, и так далее, и тому подобное. Тогда ему проще. Но некоторые, кстати, этого не любят делать. Ну, все разные. Все разные, да. Поэтому многие... Кто-то знает, что он будет обедать, например, там, в кафе, а кто-то очень на этом, ну, как бы вот, заморачивается и делает, потому что даёт, например, перекусы детям в школу, то есть нужно заранее приготовить. То есть всё зависит от клиента. Я рекомендую, показываю варианты, клиент сам уже решает, что ему больше подходит по его стилю жить. Таня, расскажи, пожалуйста, были в твоей практике какие-то сложные случаи, интересные, которые тебе запомнились? Да, такие случаи были. Например, у меня была девочка, она пришла ко мне с анализами, и мы с ней разбирали весь её ритм жизни. Девочка-спортсменка, конный спорт. Начали выпадать волосы, она себя не сильно хорошо чувствует, у неё слабость, усталость. Когда мы посмотрели её анализы, она мне показала свой дневник питания, который перед консультацией клиенты заполняют несколько дней, ответила на все вопросы анкеты. Оказалось, что она очень плохо питается. И ещё оказалось, что у неё очень низкое железо. Прямо совсем зашкаливало, то есть девочка была, как бы, ну, на какой силе она работает и живёт, трудно сказать, потому что... И она не одна такая. Таких клиентов у меня много, к сожалению. В чём заключалось то, что она плохо питается? Некогда. Некогда. Зачем мне соблюдать? Я перекусила и побежала. А там опять что-то перекусила и побежала. И всё. Вот чаще всего это некогда. Ещё, конечно, например, у меня были такие случаи, когда тоже ко мне приходила клиентка с очень, как оказалось потом, с очень низким железом. Емоглобин был низкий. Уже, то есть, полностью шло депо железа, было истощено в организме. Когда мы стали выяснять, оказалось, ей год назад захотелось побыть вегетарианкой по каким-то принципам жизни. Она исключила из своей жизни совсем белок, именно животный. И это вот ей выстрелило в таком варианте. Такой случай тоже был. Поэтому с каждым работаем индивидуально. И перед тем, как начинать работу, очень много времени уходит на то, чтобы всё опросить, узнать, познакомиться с жизнью клиента ближе, войти в эту жизнь и что клиент, конечно, позволит тебе, как бы вот, куда он тебя пустит, но некоторые моменты прямо очень такие раскрывающие, когда нужно их выяснить, чтобы знать, как помочь. Да, потому что помимо тарелки, там ещё целый комплекс сложностей. там есть и движение, и сон, и питьевой режим, очень много всего. И просто нервы, стресс и так далее. Ведь очень часто перекусы происходят не от того, что человек голоден, а от того, что у него стресс. Он его заедает. Он не знает, как по-другому себе помочь. Он нервничает, соответственно, он не знает, что делать, а что самое простое, как его в детстве, например, очень многих нас в детстве поощряли. Скушаешь супчик, дам тебе конфетку. И вот это откладывается в мозг. Значит, мне плохо, так как супчик мы не любим. Значит, супчик – это вред, а конфетка потом вкусно. Мы съедаем супчик через силу, а потом у нас будет конфетка. Так и здесь получается. У неё стресс, она расстроилась. И что она может сделать? Конфетку съесть. Она себя успокоит и наградит. А когда мы налаживаем питание, то эта конфетка просто сначала уменьшается, а потом уходит. Уходит, просто уходит. И не то, что она там перестаёт есть конфеты. Нет, она просто не падает за ними уже, как говорится, в обморок без них, потому что она понимает, что они, в принципе, так как бы и не нужны. Ну да, это просто была какая-то привычка. Да. Какая-то установка. Установка. И мы очень часто, у нас даже есть такое упражнение с клиентами. Напиши мне минимум пять вещей, которыми ты можешь заменить перекус сладким. Вот минимум пять вещей. И люди сразу находят. Один любит ходить, другой танцевать, третий слушать музыку. А четвёртому просто рекомендую сначала выпить стакан воды и подождать пять минут или десять. Если захочется через десять минут съесть конфетку, тогда, пожалуйста, съешь её. Значит, тебе действительно хочется. То есть, вариантов очень много. Главное искать. Да. Главное, чтобы человек хотел двигаться в этом направлении. Если он хочет и он помогает как бы своему нутрициологу, тогда в коллективе это всё получается и чёт достигает результатов. Таня, были клиенты, которые с каким-то огромным сопротивлением идут в работу, головой понимают, что это нужно сделать, а есть какое-то прям вот невероятное сопротивление в работе? Да. Такие клиенты тоже есть. И у меня было не сильно много, к счастью, таких клиентов, потому что как бы с ними тяжело, потому что они сами не дают себе работать. Вот просто сами не дают себе работать. Но, тем не менее, как бы вот если уже они заходили и смогли в себе перебороть этот барьер, разрешить себе, то всё получалось. А такие случаи есть. И действительно, когда человек говорит «Да, мне нужно, я иду». И там, допустим, завтра я захожу. Я ему пишу завтра. Его нет. После завтра его нет. Через неделю он мне говорит «Я, наверное, подожду, потому что я ещё не готов». Для меня это очень тяжёлое решение. Хотя я всё понимаю. Но я не хочу там, допустим, что-то менять. Потому что это неизвестное. Хотя при этом он мне говорит, что ему нужно вести соцсети, допустим, по работе, а у него там стал большой вес, он не может. Ему стыдно себя показать. И какие-либо причины. А вот когда я похудею, тогда я смогу выйти в этом красивом платье и так далее. Нет, так не работает, к сожалению. Ну да, это какая-то такая внешняя мотивация. А должна быть она внутри. Ты внутри должен созреть. Да. Тут уже мы ищем с клиентом мотивацию, что его сподвигло на то, чтобы он сбросил вес или изменил свои привычки. И когда мы находим это, клиент находит, не я, клиент находит мотивацию, то есть точку Б. Вот у него есть точка А, он приходит и просто хочет похудеть. И мы ищем, зачем ему это надо. Для каких целей? Просто похудеть, потому что мужу не нравится. Это не цель. А вот похудеть для того, чтобы, допустим, цель у нее, купить новое платье, это тоже цель. Понравиться себе в зеркало. В конце концов, перестали, чтобы болеть, например, там колени. Настроить работу ЖКТ, чтобы ты могла потом свободно не думать о том, что ты в кафе сидишь за столом и не знаешь, что съесть, потому что тебе от него будет пучить. Тебе стыдно. Это тоже причина. Конечно. И вот как бы, если ты правильно поставил точку Б, то движение паровоза всегда идет вперед. А мы же как паровоз, который взял цель и едет. Главное соблюдать правила. Таня, в твоей собственной жизни был какой-то такой случай, который сподвиг тебя встать на вот эти вот правильные рельсы, рельсы правильного питания. Да. К сожалению, я тоже не минула эту чашу. Я, в принципе, всегда считала, что я хорошо питаюсь, что я все ем, потому что вес у меня был как бы в норме. Я не весила больше, чем мне там, допустим, нужно и так далее. Я всегда считала, что я хорошо и правильно питаюсь. Но полтора года назад случился такой момент, когда я стала замечать, что что-то не так происходит в моей жизни. Я стала более нервная, плаксивая. Я не могла себя сдержать. Слезы поступали прям как бы вот с ничего. Я не могла оставаться одна. Ну, то есть было много таких причин, когда я решила, что мне нужно что-то менять. И я решила в первую очередь проверить свое здоровье. Я пошла, сделала чекап всего организма. Я обратилась к нутрициологу. И с этим чекапом уже она мне назначила. Я прошла анкету. То есть все то, что я сейчас, допустим, делаю со своими клиентами, я все это прошла на себе. И когда я сдала анализы, оказалось, что у меня там не все хорошо. И что мне нужно очень много добавить в свое питание и поменять. И вот такой переломный момент у меня случился. Я тоже привыкала жить по-правильному, то есть питаться правильно и более здоровую пищу. Хотя я опять повторюсь, что я всегда считала, что я не ем много вредного там. Но тем не менее, мне пришлось добавлять в питание очень много новых продуктов, которым я сейчас рада, и они для меня норма. И сейчас я смогла избавиться, почти избавиться, потому что это работа ни одного дня дня и даже не полугода, а намного дольше. Я с этим работаю, продолжаю работать и двигаюсь в правильном направлении. У меня все идет на улучшение. И я надеюсь, что скоро я смогу достичь того результата, который мне нужен. То есть, да, эти случаи были со мной лично. Ты говоришь, много пришлось вводить в свой рацион новых продуктов. Можешь перечислить их? Ну, во-первых, пришлось есть каши каждый день. Это во-первых. Во-вторых, добавить еще больше овощей и следить за тем, чтобы они присутствовали у тебя три раза в день в таком количестве, как тебе нужно. Потом я стала пробовать, так получилось, что мне пришлось отказаться от глютена, молочки и сахаров совсем на какое-то время. И тут опять возник вопрос, чем же это заменить, потому что это все равно хочется. Я стала пробовать альтернативу. И теперь я как бы не представляю уже выпечку с белой муки. Для меня это... Нет, бывают случаи, когда мне хочется, я себе позволяю, покупаю. Как бы я не ограничиваю себя. Но мне ее не хочется. Были такие моменты, когда еще мне пришлось добавлять очень много белка. Как оказалось, я мало ела белка именно животного. Мне пришлось добавлять три раза в день белок в мои продукты и в мое питание. Все мы знаем про норму белка, которую мы должны употребить. Ну а если, например, у человека в связи с какими-то его особенностями и заболеваниями просто этот белок не усваивается. Да, такое часто бывает. Почему я рекомендую сделать сначала чекап, чтобы мы посмотрели на то, как работает его кишечник, как работает его желчный пузырь. И нам очень много анализа покажут в этом случае. И тогда мы подбираем то, что этот человек может употреблять в пищу для начала. То есть мы подбираем так продукты, щадящие для него, но тем не менее это не исключает животного белка. В крайнем случае, если совсем уже строгое непринятие, мы можем заменить, допустим, какими-то коктейлями на какое-то время, но не убрать его совсем. Ни в коем случае. А такое часто бывает, когда у человека просто он говорит, я не могу есть мясо, а я, наверное, вегетарианец. Нет. Это нарушение в организме. Просто нарушение. И здесь нужно работать комплексно. Приводить сначала кишечник в порядок, желчный, отток желчи, чтобы был настроен. Приводить в порядок свой желудок и следить за всем этим. И тогда белок прочно, именно животный белок, войдет в твою жизнь и ты забудешь, что когда-то ты считала, что он тебе не усваивается. Ну, а почему в организме может не усваиваться белок? Ну, белок может по многим причинам не усваиваться. У тебя может не хватать микроэлементов. Те, которые работают. И потом, белок – это строительный материал для каждой клетки нашего организма. А если у тебя, например, пониженная кислотность, а мы часто считаем, что у нас не пониженная, а повышенная кислотность, нам назначают какие-либо таблетки, мы их пьем и еще больше понижаем. А если низкая кислотность у тебя, да, пониженная, значит, белок не усваивается. И все, замкнутый круг получается. Не усваивается белок, он не перерабатывается как следует. Он должен в желудке дойти до определенного состояния, да. Он начнет, вот наше пищеварение начинается во рту. Это, значит, первая фаза, это рот. Как мы жуем, как у нас образовывается пищевой комок, дальше он поступает в желудок. Если в желудке у нас пониженная кислотность, то, соответственно, белок не переваривается. И двигается дальше, соответственно, не срабатывает желчь, как нужно. В тонком кишечнике тоже не происходит то, что должно происходить. И в толстый кишечник поступает непереработанный белок. Он бродит, и отсюда у нас нерабочий, соответственно, кишечник. То есть у нас развивается неполезная микрофлора, и она побеждает полезную. Она вся есть в организме, и полезная, и не полезная. Но главное следить за балансом. Вот когда этот баланс нарушается, тогда и происходит неусвоение. Поэтому мы опять же работаем комплексно. А как же помочь тогда, чтобы белок усваивался? Ну, есть такие простые способы, если мы не улыбляемся, допустим, в лечении, там во что-то. Ещё самые простые, это показывать своему желудку, что он должен кушать. Это как бы, самое простое, это пить горячую воду. Ну как, не кипяток, естественно, а перед едой, от 15 до 5 минут до еды, полстакана, даже стакан горячей воды, ты показываешь своему желудку, что будет поступать горячее, он выделяет кислоту, ту, что ему нужно, и уже следующее поступает пища, да, ты скушала салат, ну, съела салат, и потом у тебя пошёл белок, и организм уже, желудок приготовился, и горячая вода показала желудку, что нужно есть, и показала желчному, что желчь должна выделяться, должен быть выброс желчи, и тогда всё проходит намного легче. И ещё я рекомендую в этом случае, если плохое усвоение белка, измельчать, то есть котлетки, тефтели, рыбку, допустим, парную какую-то, то есть более лёгкий белок употреблять в пищу, тогда проще. Ну, и вот один из самых простых способов, это вода горячая. Казалось бы, да, такой простой способ. Да, но если провести самый простой эксперимент, один день выпить перед едой стакан холодной воды, как мы любим часто, да, и потом пообедать, или там позавтракать, и понаблюдать за собой, что с тобой будет в течение двух-трёх часов, ты увидишь сонливость, вялость, тебе захочется спать, посидеть, у тебя будет тяжесть в желудке, и на следующий день выпить горячей воды. И ты поймёшь, что уже сонливости и вялости у тебя не будет столько. Ты будешь бодрее. И твоя пища лучше усвоится. То есть у тебя будет энергия после еды. Ты не будешь идти и думать, где мне присесть. А у тебя будет энергия. У тебя будет легко и в желудке, и в кишечнике, и, соответственно. Ну, и ко всему этому нужно очень чётко следить за тем, чтобы желудочно-кишечный трактор работал правильно, и чтобы кишечник свою функцию делал ежедневно. То есть в туалет нужно ходить. Каждый день, да. Порождение должно быть каждый день. За этим нужно следить. А сколько, например, человеку требуется в день воды? Какая норма? Есть какие-то? Ну, существует норма 30 миллилитров на килограмм. Но тоже нельзя так сразу наобум говорить, что вот тебе нужно, допустим, ты весишь 100 килограмм, и тебе нужно 3 литра воды. Человек часто очень не в состоянии выпить даже пол-литра. Всё начинается с индивидуального. Как человек пил, да это опять же мы проводим опрос. Как ему комфортно, как ему лучше, сколько он пил до этого. То есть всё основывается индивидуально, и потом мы уже доводим. Это не значит, что ему обязательно 3 литра нужно будет пить. Может, он и 4 будет выпивать в течение дня, если она ему будет хорошо идти. А может быть, ему хватит 2. Тут всё индивидуально, потому что воду мы получаем ещё не только из воды, да, у нас же всё-таки есть ещё потребность, ну, мы получаем из пищи, из фруктов, из овощей, из супов, если мы их едим, допустим, да, из всего получаем. Имеется в виду 3 литра жидкости. Но здесь, знаете, очень много мнений существует. Кто-то говорит, строго нужно выпить, допустим, ну, при 100 килограммах веса, грубо говоря, 3 литра воды, а всё остальное плюсом, там, остальная вода. А многие придерживаются того мнения, что человек, если он хорошо себя чувствует, комфортно, то ему и 2 хватит, и 2,5. Это значит, что он должен выпить 2 стакана воды, и ему хватит. Нет. Он должен выходить, стараться приблизиться к своему уровню. Но не за один день, и даже не за неделю, иногда даже не за месяц. Да, постепенно, потихонечку. Ну, и при физической нагрузке, естественно, или в жаркую погоду, норма потребления воды, естественно, увеличивается. Она увеличивается, но каждый индивидуально смотрит. Поэтому, если мы пьём, допустим, сладкие напитки, то они нам не дают насыщение водой нашему организму. Они дают всплеск инсулина, инсулина, и всё остальное, что за этим. А нам кажется, что мы насытились? Нет. Наш организм, наша клетка не получила жидкости для того, чтобы полноценно работать. И не утолила жажду. Да, и не утолила жажду, да. Потому что, если жажда, она не может полноценно работать. Я знаю, просто очень многие люди очень тяжело вводят в рацион эту воду. Просто у них какое-то отвращение просто к воде. Но они, видимо, не знают, как, что мы на сколько? На 80%. Да. Новорождённый состоит на 90% из воды. Со временем, конечно, это количество уменьшается. И вот, допустим, к пожилому возрасту там бывает, люди усыхают до 50% состав воды. И нам его по-любому нужно поддерживать. А вот как это поддерживать? Как не заставить себя, а полюбить как воду, чтобы пить её? Ну, во-первых, сначала всё равно придётся перейти эту привычку. Сначала это нужно ввести просто в себе в рутину. И даже, может быть, первое время напоминать себе и заставлять себе. Может быть, даже трекер, да, какой-то завести и там галочку ставить. Выпил, выпил, выпил. Есть несколько таких вот способов очень простых. Вот трекер, допустим, на холодильник вешаешь. Напоминание в телефоне можно поставить каждые 15 минут, например, в глоток воды. Потом, если человек, допустим, работает всё время сидя за компьютером, сейчас очень многие работают дома, значит, из дому, тогда нужно поставить, допустим, возле себя бутылку или какую-нибудь красивую, которую тебе приятно будет взять в руки и выпить, или стакан воды ставить. Ещё я рекомендую, допустим, везде вот, чтобы в комнате, в квартире, там, в доме, везде стояла вода. То есть ты идёшь в туалет, у тебя здесь вот вода, ты взял и выпил, допустим, потому что считается, там потерял, здесь добавил, как бы это норма. То есть потом, что ещё можно? Ещё можно как бы себе сделать как поощрение. Я себя поощрю стаканчиком воды. Именно за то, что я вот молодец встал, я этот лоток воды сделал. Можно делать воду с лимоном, можно делать воду, допустим, с какими-то ягодами без сахара, можно делать с огурцом, мятой, к примеру, да, вот такие разновидности, сначала приучать себя. Но опять же, всё индивидуально, потому что многим вода с лимоном не подходит, желудок, допустим, не принимает, если там у него гастрит или что-то ещё. Такие вот нюансы. То есть всё нужно смотреть индивидуально. И мы разрабатываем, в принципе, прям вот смотрим по характеру человека, с которым работаешь, и с ним уже подбираем индивидуально, что ему подходит. Ну и рассказываю, конечно. А многим людям очень сложно ввести в рацион овощи, особенно утром. Я знаю, что многие едят каши, допустим, яичницу, но вот чтобы делать салат с утра, ну это же просто какой-то ужас ужасный. Вот как приучить себя а если ты ещё там, допустим, кроме помидоров ничего больше и не любишь, как вот разнообразить этот рацион? Можно разнообразить, делать, например, какие-то вафли, оладушки овощные, сделать, допустим, какой-то пирог с вечера, и тебе, соответственно, его на, допустим, всей семье, да, очень быстро, заливные пироги с овощами можно делать. Потом можно делать, допустим, запекать эти овощи в духовке, и просто ты утром добавляешь свой рацион. Можно так. Можно просто пробовать, допустим, добавлять какие-то укроп, петрушку, зелень, руколу пробовать, это как горечь, очень хорошо, кстати, добавлять руколу очень хорошо тем, у кого плохо работает желчный, у кого есть загиб или камни, она является, ну, она стимулирует желчь. Стараться добавить, ну, в общем, тут я тоже рекомендую ввести себе раз в неделю какой-то новый овощ. Вот прям эту неделю я пробую петрушку, следующую неделю я пробую укроп, там, следующую неделю шпинат, потом руколу, потом я пробую, допустим, брокколи покупаю себе, брокколи можно, любые капусты можно сделать, например, в духовке, можно с них сделать суп, тоже очень вкусно, суп-пюре, можно приготовить запеканки овощные, можно сделать котлетки, например, те же куриные или это с овощами, то есть все вместе, дети, кстати, очень хорошо едят, когда дети не хотят овощей, такие котлетки заходят на ура, потому что это им интересно, котлеты они, допустим, любят, тефтельки, котлетки, их можно делать в супе, если тефтели, допустим, да, или там что-то еще, в общем, разнообразия много, не нужно зацикливаться на том, что у тебя должен быть утром салат, нет, это может быть просто кабачковый оладушек, или, допустим, это может быть у тебя овсяноблин, который ты получишь помидор или салата, или еще очень хороший вариант делать соусы из зелени, ты берешь укроп, петрушку, ну, это самое элементарное, авокадо, к примеру, все это измельчаешь в блендере, добавляешь туда немного растительного масла, чаще всего это оливковое масло или какой-то из сыродавленных грецкого ореха там, или еще что-то, ляное масло и добавляешь туда немножко водички, все это взбивается блендером, чесночок можно, если любят, но ежи не любят чеснок, потому что будет запах, и люди, допустим, там где-то работают в коллективе, не признают, пожалуйста, это можно не добавлять, то есть вот добавляешь зелень, добавляешь авокадо, добавляешь немножко масла полезного и воду, ты это все блендеришь, взбиваешь, у тебя получается вкуснейший соус, который тебе заменяет и майонез, и ты, пожалуйста, тот же овсяно-блин им поливаешь, у тебя уже это количество, столько петрушки ты не съешь, потому что нужно измельчить там, допустим, 30 грамм петрушки, 30 грамм укропа, допустим, можно туда добавить еще и руколу, можно и шпинат добавить, можно делать коктейли, например, яблочный, делать, да, допустим, смузи яблочное, и в него добавлять огурец, шпинат, сельдерей, они не чувствуются совершенно, но пользу дают, только не соки нужно делать, а именно смузи, чтобы они были густые, чтобы у них вся клетчатка сохранялась, то есть вариантов множества, нужно просто искать то, что подходит тебе больше и постепенно добавлять, просто пробовать, давать шанс своему мозгу попробовать что-то новое, прямо как игра. Формировать новые нейронные связи, да, формировать новые нейронные связи, да, как ты любишь. А вот еще вопрос один такой. Человек, например, решает поменять свой рацион, а его окружение, его семья, члены семьи, они не готовы питаться такой едой, и получается вопрос, я что, должна готовить себе отдельно, а всем остальным отдельно? Ну, это же как бы дополнительная нагрузка, дополнительный стресс. Вот что ты порекомендуешь в таком случае? Нет, не обязательно готовить себе отдельно, а им отдельно. В этом, ну, готовить отдельно себе только нужно в таких жестких случаях, когда у тебя уже рекомендации идут от врача, что-либо, допустим, тебе нельзя на данный период, там тебе нужно пюреобразные супы, или там только котлеты, просто уменьшить, допустим, не жарить, а тушить, то есть уменьшить вредное воздействие. И также точно салат ты же делаешь всем, допустим, и ты можешь его кушать, тушеные овощи с удовольствием тоже все, если ты приготовишь и себе, и им. То есть не нужно зацикливать семью на том, что мы все переходим на правильное питание. Это не так. Так делать не надо. И потом, конечно, почему очень многим легко пойти в коллектив либо в групповую работу, либо в индивидуальную, когда у тебя есть человек или группа людей, которые тебя поддерживают. Например, у нас сейчас проходит детокс. Там люди поддерживают друг друга, они присылают свои тарелочки, мы рассказываем, что и как изменить, как внедрить новое блюдо. И получается так, что просто их мужья и дети говорят, мам, у тебя там вкусненько, я тоже хочу. Да это классно. Это классно, когда у тебя есть поддерживающее окружение, когда ты не как один в поле, не воин. Да. Потому что вроде как пытаешься что-то изменить, а если у тебя нет поддержки, то долго ты не продержишься. Ты все равно скатишься к своим обычным привычкам. Еще если тебе будут все говорить, ну съешь вот это вот, хотя точно будут знать, что это вредненькое, ну съешь, ну ладно, что тебе. Просто будут тебя провоцировать на твои старые привычки, и ты рано или поздно просто можешь без поддерживающего окружения сдаться. Ну, на этот случай мы всех, всегда у всех был момент, когда мы хотели сдаться. Ну реально так оно и есть, и человек не может без этого пройти. Вот нет такого человека, я не знаю таких людей, которые бы вот начали... на силе воли. Да, вот на силе воли далеко не уедешь. Нужно просто понимать, что ничего страшного, но я сорвался, да, я сегодня съел, а завтра встану и пойду дальше. Ведь как маленький ребенок, он не умеет ходить, он пытается начать ползать, он же не перестает ползать, если он упал и набил шишку, или если он делает первый шаг и падает, он же все равно идет дальше. Так и здесь, конечно, первый момент, нужно иногда даже просто перевести все в шутку и посмеяться вместе с родственниками, с теми, кто вот тебя не поддерживает. Проще перевести все это в шутку и реально сказать, да, представляете, я вот такая вот девочка, вот решила похудеть, а вы мне потом будете завидовать. Да, вот и будут завидовать, просто потому, что ты будешь себя по-другому совсем чувствовать, у тебя будет большая легкость, у тебя будет куча энергии, и ты не будешь ее сливать на вот эту вот плохую, вредную еду и будешь намного здоровее, намного энергичнее и все вокруг это в любом случае будут отмечать. Да, когда начинают поступать комплименты от друзей, от подруг особенно, все говорят, классно, что я не бросил. Поэтому, если у вас бывают срывы, не бойтесь, это не страшно, это естественно, и у всех они есть. Вот нет таких людей, у которых все получилось с первого раза. Нет, у меня не получалось с первого, я тоже много раз срывалась, и тоже мне хотелось все бросить и начать заесть булкой, когда тебе некогда, да, допустим. Здесь, конечно, немножко и на силе воли нужно, но у нас ничего не получается без, к сожалению, прикладывания усилий. Но жизнь, это такая штука, даже чтобы сходить в туалет, нам нужно приложить усилия. Просто зайти в эту комнату. Тоже нужно потратить на эту энергию и это сделать. Поэтому во всем нужно приложить свое усилие. Просто нужно для себя определить, для чего тебе это нужно и какую цель ты преследуешь. Понятно. Если твоя цель сильнее, чем желание бросить все, то ты просто, даже сорвавшись, даже если ты на неделю срываешься, ну бывает и такое, да, вот человек ушел в загул, как я говорю, ну, ушел в загул, ничего страшного. он потом просто входит в колею и начинает, не заново, он начинает работать с того этапа, который у него есть и не ругает себя. Да, главное не винить себя за это, потому что можно уйти куда-то совсем в бездну. Да, главное не винить себя и понимать, что ничего не получается с первого раза. У меня была такая клиентка, которая ко мне пришла, она прям три раза в день перекосывала. У нее вот чуть что, сразу перекос. Я прям не знала, как с ней работать, потому что мы разговаривали, она говорит, да, я все понимаю, но мне вот некогда, то надо доесть за ребенком, то еще что-то. И тем не менее, тем не менее, потихоньку она себе ставила цель, она училась и к концу первого месяца мы достигли того, что остался один перекус в день. И то он у нее был уже больше к правильному, чем просто конфетка и чашка кофе, который, ну, допустим, стаканчик, который она купила где-то на заправке. Ну да. То есть главное идти. И да, вот очень важно окружение, которое вокруг тебя. Я же говорю, почему многие идут в сопровождение или идут в коллективную работу, когда, допустим, какие-то идут у нас программы, там, детокса или еще что-то, марафоны какие-то. Конечно, лучше идти, когда это небольшой марафон, потому что люди друг друга узнают и становятся друзьями, они потом друг друга поддерживают, даже после окончания все программы, да, они просто поддерживают друг друга, и ты уже знаешь, что есть такая Маша, Таша, Наташа, которая тоже проходит этот путь. То есть ты не одна такая. Да, таких у нас много. У многих людей такие же, собственно, проблемы, как у тебя. Да. А теперь блиц-опрос для Татьяны. Какая норма сахара в день? Норма сахара в день это 25 грамм, примерно 5-6 чайных ложек. Да, это много, но, тем не менее, выпив чашку кофе, вы потребляете 20 грамм сахара. Сахар есть где? Интересно. Сахар есть в соусе, в кетчупе, в котлете, в рыбе, ну, если у тебя рыбные продукты, в кляре, например, в колбасе и так далее, поэтому за этим нужно следить. Это мало. Фастпуд богат очень с сахарами. Да, это само собой. Какие продукты повышают настроение? О, настроение повышает много продуктов. Это шоколад, это какао, ну, чёрный шоколад больше 72% содержания какао. Это ягоды, антиоксиданты, все тёмные ягоды. Это апельсин, грейпфрут, яблоко очень тоже повышают. Рыба, мясо, сложные углеводы очень хорошо повышают. С ума сойти, это так можно повысить себе настроение. Да, зелень очень хорошо повышает настроение, когда у тебя клетчатки достаточное количество, тоже очень хорошо повышает. Класс. Какие фрукты наиболее полезны для организма? Наиболее полезным считается вообще яблоко. У него из 15 микроэлементов 12 содержатся, но помимо него очень полезны ягоды. Ну и фрукты, вообще все фрукты полезны, но очень полезны ягоды. И особенно фиолетовые. Это антиоксиданты, которые нужны каждой девочке. Чтобы не стареть. Да, чтобы кожа была молодой, чтобы наши митохондрии были здоровыми и так далее. Ну, мы не будем туда углубляться. Кофе вреден или полезен? В большом количестве вреден. А в нормальном 1-3 чашки в день полезен. Поэтому будьте разумны. Интересно. Можно ли пить кефир или молоко на ночь? Я не рекомендую. Но если вам нужно успокоиться и вы хотите сделать, например, молоко с куркумой, как золотое молоко, вы можете его пить. Но ничего больше не ешьте, потому что молоко очень долго перерабатывается. И на утро вас может ждать неприятно в зеркале, отек, вздутие, газообразование. Поэтому я не рекомендую. В какое время дня лучше есть рыбу? В любое. Рыбу можно есть в любое время дня. Вечером я не рекомендую есть жареную рыбу, например. А лучше парную, отварную или запеченную. Три варианта полезных перекусов. Полезные перекусы? Их очень много. Например, сэндвич. Хорошо. Сэндвич из цельнозернового хлеба с помидором или огурцом, зеленым салатом и индейкой. Первый. Овсяноблин с сыром, допустим, и зеленью. Второй. Еще можно сделать дома заготовку. Берете йогурт, без добавок добавляете в него овсянку, и утром кидаете туда орешки, и добавляете в него ягоды. И перекусываете. Три. Класс. И последний вопрос. Блиц. Чем заменить шоколад? Шоколад можете не заменять, но кушайте его в первой половине дня. Очень хорошо чашка какао. Это очень вкусно и очень-очень полезно для девушек. Но какао тоже нужно пить правильный, потому что есть вот эти все какао с добавлением, там это не рекомендуется, потому что он не вкусный. Нет, он вкусный, потому что он сладкий, якобы. Рецепторы засоряются. А если вы возьмете правильный какао и сделаете с него себе напиток, даже на том же молоке, он вам прекрасно заменит шоколад. А на страницах Татьяны в соцсетях вы найдете очень много полезных рецептов, в том числе с правильным какао. Так что переходите и пользуйтесь. Татьяна, я благодарю тебя, что согласилась принять участие в этом интервью. Было очень информативно и полезно. А Татьяна приготовила вам подарок. И сейчас она о нем расскажет. Ольга, я тебе очень благодарна, что ты позвала меня на этот подкаст. Мне было очень приятно все это вам рассказать, поделиться с вами своими знаниями. А вам я приготовила всем подарок. Все, кто зайдет ко мне на страничку и напишет кодовое слово ягоды, получит скидку на прочитку анализов 15%. Класс! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok